Намеренно идти в целом по уже выстроенной дороге, но отшлифовать некоторые моменты. Так обозначил направление своей работы, назначенной на должность руководителя Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей Кузнецов. Подготовка кадров, система обращения с отходами, проблемы недропользования. На пресс-конференции министр ответил на самые актуальные вопросы журналистов, в том числе мои коллеги Ольги Коняевой. Приехав в Коми, вспомнил малую родину Алексей Кузнецов, уроженец Архангельской области. Намерен остаться и работать в нашем регионе. Два высших образования, опыт в промышленности руководил лесными предприятиями. И госслужба возглавлял лесное хозяйство Мурманской, потом Владимирской области, далее Федеральное агентство лесного хозяйства. В качестве референта Владимира Уйба познакомился с Коми еще осенью. 24 февраля назначен на должность. Одно из самых доходных министерств республики приносит более 2 миллиардов рублей в региональный и федеральный бюджет. Однако само ведомство обеспечено примерно на 70%. Этот вопрос руководитель Минприроды намерен решить. Из глобальных задач создать модель управления лесным хозяйством на территории субъекта. Это модель управления лесным хозяйством на территории субъекта, которая дальше будет использована Федеральным агентством лесного хозяйства, как костяк для формирования объемов, качества работ, цены работ, и будет использоваться именно на Северо-Западном федеральном округе. Просто для сравнения вам, сегодня ставки не дифференцированы. Ни на лесохозяйственные работы, ни на противопожарные. Они едины, в некоторых кому-то дают больше, коэффициенты четко не регулируются. Важный вопрос лесозащита. Тут и техническую составляющую в плане пополнить и кадровый недостаток. В этом году в Коми на 77 лесничих станет больше. Их в первую очередь направят работать на арендованные лесопользователями участки. В развитии лесных территорий возможен новый подход, когда вокруг устоявшегося предприятия создается цепочка взаимоотношений с малым, обеспечивающим его бизнесом. Модель лесного кластера планируется отработать на примере усть-куломского поселка Зимстан и дальше тиражировать. Мы попробуем там создать кластер, модель, именно поселковую модель управления лесными ресурсами с подключением аутсорсинга того, который хочет и непосредственно видит сам кластер, сами люди. Они мне послали проект, я посмотрел. Сейчас они включились уже в работу по предварительному согласованию по проектированию. Думаю, в ближайшие месяц-два выйдут с какой-то уже конкретной идеей, с выходом. То есть наша задача помочь с Министерством экономики. Мы ресурсно, экономика поможет документально, плюс финансирование. Восстановить транспортировку лесных грузов на федеральных реках – еще одна задача. Это снимет нагрузку с дорог. Но для начала нужно обеспечить дно углубительной работы и понять реальный объем перевозок. Предварительно это от 30 тысяч кубометров. Обсуждается программа зарыбления рек «Стерлядь», «Сигхариус». Усиленное внимание предупреждению загрязнений окружающей среды, в частности продуктами нефтедобычи и переработки. Своё видение по системе обращения с отходами и по вопросу установки термодеструкторов. Они не будут отменены, они будут рассмотрены только в том случае, если будет осуществляться 100% экологическая сортировка. Понимаете, о чём я говорю? Туда не должно попадать особо опасных материалов. На изучение и разработку системы обращения с отходами в северных районах, в отдалённых населённых пунктах, министр попросил 2-3 месяца. А сейчас планируется, что на первом этапе система сортировки и переработки будет внедрена в Сыктывкаре и близлежащих территориях. На полигоны будут отправлять только 5% отходов. По рекомендации российского экологического оператора, представители власти и регоператор КОМИ посетят Мурманск, чтобы познакомиться с опытом соседей по обращению с ТКО и переработкой остатков после сортировки.